Ты зажигаешь Ты зажигаешь небе звезды Им даруешь яркий свет Ты называешь поименно Миллионы из планет Ты правишь севером и югом И вселенной всей И я принадлежу Тебе, мой Господь И я принадлежу Тебе Я Тебя благодарю За святую кровь Твою Ты достоин славы всей Бог богов и царь царей Я Тебя благодарю За святую кровь Твою Ты достоин славы всей Бог богов и царь царей По Твоей воле всемогущей Существуют небеса Я знаю, этим миром прави Сильная рука Что близко Ты со мной и рядом Пастырь мой и друг Ты царь и я Тебе пою Аллилуйя Ты царь и я Тебе пою Я Тебя благодарю За святую кровь Твою Ты достоин славы всей Бог богов и царь царей Небо и земля Твоя Громко славлю я Тебя Ты достоин всех людей Бог богов и царь царей Бог богов и царь царей Моряку в море нужна я Он рассеет сгустившийся брак От опасности стал сохранить Он на помощь погибшим спешит Это Ты, это Ты для меня Свет сияющий в мире греха Я не знаю, как пристань бы нашел И куда бы направил свой чел Это Ты, это Ты для меня Свет сияющий в мире греха Я не знаю, как пристань бы нашел И куда бы направил свой чел Море с жизнью сравнить я могу Скалы в море подобны греху А маяку подоблю Христу С кем сравнить мне плывущих к Нему Это те, кто дались Христу Жизнь направили курсом к Нему И взирают с надеждой в груди На того, кто стоит впереди Это Ты, это Ты для меня Свет сияющий в мире греха Я не знаю, как пристань бы нашел И куда бы направил свой чел Это Ты, это Ты, Иисус Народ Божий, братья и сестры Мы останемся благодарны Господу Что в этот вечер Господь дарил нам быть в Доме Божьем И славить чудное имя нашего Спасителя Прославлять Его Давайте в горячей пламенной молитве Помолимся Господь Попросим, чтобы наши сердца Господь наполнен миром, любовью И мы в радости все Славили имя нашего Спасителя Молимся, народ Божий Аллилуйя Аллилуйя Вечному Мир Божий Благодать Божия Сына Твоя Крепость Ему Луки Устройство Ему Своей Все у Тебя Все от Тебя И все от Тебя Аллилуйя Кречи меня в Дом и Граде Харболем Яблите Действительно в мир Харболем Яблите Харболем Яблите Благодать 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 Харболем Яблите Харболем Яблите Амин Амин Благодать Мы благодарим Тебя Агнец Божий За этот тихий вечерний час, который Ты подарил для нас Мы опять в Доме Твоем Мы опять укрываемся у Твоих святых ног Радость наполняет сердца наши, что Ты с нами, Господь. Аллилуйя, что Ты хочешь благословить и обильно благословишь. Отдаем все в руки Твои, Светы, и верим, что явишь милость, не оставишь, благословишь. А мы прославим Тебя за все, Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь салом общим пением, потом выслушаем чтение Слово Божие, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 14 стих. Помолимся Господу и дальше будем продолжать наше благослужение. Пусть всех нас Бог благословит. Дорогие минуты нам Бог даровал, Мы увидели, братья, сестер. А Иисус, дорогой, с нами быть обещай, Дадим Богу сердце простой. А Иисус, дорогой, с нами быть обещай, Дадим Богу сердце простой. Как приятно нам встретиться с нами при дне, И волнение мира забыть. Как отрадно исполнившись Духом Святым, Общение душ разделить. Как отрадно исполнившись Духом Святым, Общение душ разделить. Мы, сионские путники, здесь отдохнем У источника Божьей воды. На фаворе побудем и снова пойдем За Господом мимо вражды. На фаворе побудем и снова пойдем За Господом мимо вражды. Здесь в общении сладком Забыли мы страх И суровые камни в пути. Оботренье нашли мы в Господних словах, Чтоб силою новой идти. Оботренье нашли мы в Господних словах, Чтоб силою новой идти. Под теснее окружим Иисуса Христа И взирая к предвечным горам. Под бронёю Его, под покровом щита Пойдем по Господним следам. Прочитаем 18 глава Евангелие от Матфея с 1 стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся. Если сучится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, что погиб один из малых сих. Будем молиться. Я слава Тебе, Боже нашему, благодарны Тебе в этот день, Господь, за милость Твою великую, за заботу Твою, Господи, за ту верность Твою, Господи, Боже, что милость Твоя, она не отнята от нас, Господь. И можем находиться в доме молитвы, Господи. Хвала Тебе, Боже, что есть эти собрания, Господь, для этого ободрения нашего, Господи, что есть эти служения, Господь. Да бы нам отмолваться духом нашим, хвала Тебе за это, Господи. И все сейчас мы просим, Отец Вечности, Ты сам пребудь здесь, Господь, Аллилуйя. Пусть Дух Твой действует, Господь. Пусть слово Твое, оно звучит к нашим сердцам, Господь, Аллилуйя. А Ты, Господь, прославься в этом собрании. Нам дай быть послушными, Господи, тому голосу. Дай нам, Боже, слышать, Господь, все то, что Ты хочешь сказать нам, Отец Вечности. Мы просим, дабы это собрание, оно послужило ко славе Твоей, Господи, Боже. А Ты сам пребудь среди нас, Господь, и научай нас, Господи. Все дальнейшее собрание отдаем в Твои руки Тебе. Хвала и слава за все. Аминь. Когда Иисус, мой лучший друг, Тогда счастлив я. Пусть даже гром гремит вокруг, Тверда душа моя. Пусть коснут звезды луна, Все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Он мой лучший друг, Верю я ему, С ним не страшно мне. Он мой лучший друг, Пусть коснут звезды луна, Все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Когда Иисус мне в жизни свет, В сердце весь споет, Что там на небе горя нет, Где мой Господь живет. Я знаю, скоро Он придет, Придет Божий Сын, И в свой чертог меня ведет, Великий властелин. Он мой лучший друг, Он мой лучший друг, Верю я ему, С ним не страшно мне. Он мой лучший друг, Он мой лучший друг, Пусть коснут звезды луна, Все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Он мой лучший друг, Верю я ему, С ним не страшно мне. Он мой лучший друг, Пусть коснут звезды луна, Все покроет ночь. Душа надеждою полна, Усилен ей помочь. Помолимся еще, дорогая церковь. Слава тебе, Великий Божий, Слава тебе, Великий Божий, Слава тебе, Великий Божий, Господь. Слава тебе, Господь, Великий Царь. Мы просим Тебя, Господь, Ты говори сегодня в наши сердца, Божий Господь. Влаживай, Господь, То, что Ты приготовил Иисус. И помоги уйти с этого места, Господь, измененный, Божий Господь. Помоги уйти с этого места, Не такими, какие они пришли, Господь, но наполненными славой И славом Твоим, Великий Царь Божий. Слава тебе, Господь, Великий Божий. И мы просим Тебя, Господь, Ты не оставь, Божий Господь, Дорогой Отец, мы благодарим Тебя и славим, Господи, за это время, Господь, которое Ты даровал, за то, что мы можем сегодня, Господь, еще и еще собраться, Боже, и прославить имя Твое, Отец. И мы просим Тебя, Боже, помоги нам быть едиными в духе, Господь, сегодня, чтобы Твое Слово, Господь, оно влаживалось в наши сердца, Господь, для того, чтобы мы были крепки, Господь, в слове Твоем, Боже, Для того, чтобы мы могли, Господь, ходить, Господь, мой небесный Отец, по этой земле, Господь, и славить имя Твое. И я прошу Тебя, Отец, Ты благослови все это собрание, Господь, и пусть Твое имя, Господь, в нем величается, Господь, и превозносится Тебе за все слава. Аминь. Присядь. Если говорить могу ангельским я словом, но в душе моей любовь не живет Христова, звуки слов, что с уст моих без любви слетят, метью зазвенят. Если множеством даров Божьих обладаю, глубину сокрытых тайн, верой постигаю, все познаю я моих, и дорог поток без любви ничто. Научи меня любить праведных и грешных, Научи меня любить искренно и нежно, помня, как Твоя любовь, не гнушая сной, грех простила мой. Научи меня любить близких и далеких, Научи меня любить добрых и жестоких, чтобы жизнью возвещать, а не на устах благодать Христа. Научи меня любить и врага, как брата, За любовь не требуя серебра и злада, Чтобы, если враг в нужде, хлебом накормить и благословить. Научи меня любить, дай любви мне руку, Даже если от меня отвернется друг мой, Даже если он предаст, чтоб не помню зла, Мог любить бы я. Научи меня любить праведных и грешных, Научи меня любить искренно и нежно, помня, как Твоя любовь, не гнушая сной, грех простила мой. Научи меня любить близких и далеких, Научи меня любить добрых и жестоких, чтобы жизнью возвещать, а не на устах благодать Христа. Научи меня любить и свершится чудо, Я смогу понять Петра, и простить Иуду, и наполнить сердце мне, Не обиды яд, но любовь Твоя. Научи меня любить Иисус распятый, Даже если попаду я на суд к Пилату, И увижу тень Христа, Пусть не вспыхнет боль, но царит любовь. Научи меня любить праведных и грешных, Научи меня любить искренно и нежно, помня, как Твоя любовь, не гнушая сной, грех простила мой. Научи меня любить близких и далеких, Научи меня любить добрых и жестоких, чтобы жизнью возвещать, а не на устах благодать Христа. Если захочу свершить телом подвиг смертный, Без любви в огонь пройду, Забылаю жертвы, пусть бы тот костер горел, Много сотен лет пользы в этом нет. Научи меня любить, Боже милосердный, Научи меня любить и умом, и сердцем, чтобы душу озарял, С каждым днем сильней, Свет любви Твоей. Научи меня любить праведных и грешных, Научи меня любить искренно и нежно, помня, как Твоя любовь, не гнушая сной, грех простила мой. Научи меня любить близких и далеких, Научи меня любить добрых и жестоких, чтобы жизнью возвещать, а не на устах благодать Христа. Слава Богу! Братья и сестры, сегодня у нас молитвенное собрание, все церкви Беларуси молятся за благословение нашей страны, поэтому будем иметь три проповеди по 20 минут и молитву. Да благослови Господь, пожалуйста. Приветствую, дорогие братья и сестры, приветствую всех, кто нас смотрит на трансляции. Рад быть на этом месте, люблю эту церковь, люблю всегда находиться здесь, как-то чувствуется как дома. И на самом деле благодарю за это Бога. Знаете, мы сейчас живем в непростой период времени, но даже так мы здесь, мы собрались на этом месте все единодушно. У нас есть общая и конкретная цель, это молитва. Сегодня у нас прекрасное молитвенное служение, когда мы можем действительно вознести нашу молитву к Богу за нашу страну, за всю ситуацию, что в ней происходит, за все, что творится, за урожай, за все, что можно. И знаете, не только наша одна церковь здесь возносит молитву, все церкви нашего братства единодушно молятся за это. Я бы хотел зачитать место из Писания, это Псалом 90, с первого по второй стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Прекрасное место. И хотел бы говорить о нынешней ситуации в мире, о нынешней ситуации в нашей стране. Мы находимся действительно в необычном состоянии, в момент, когда все боятся за свою жизнь, за своих близких и родных, за жизнь друзей, за работу, за будущее, за то, что будет дальше, как все пойдет, что может случиться. Действительно, находясь здесь до начала служения, ты слышишь разговоры о том, что происходит. Сейчас все говорят о вирусе, а сейчас все говорят о том, что происходит. Но самое приятное было услышать «У нас есть Господь». Братья и сестры, среди вот этих разговоров, когда буквально одним ухом слышишь «У нас есть Господь, с нами все будет хорошо», это благословенные слова. Я очень рад, что мы никогда не забываем о том, что у нас есть Бог. Но большинство находится в страхе. Страх на самом деле сковал людей. Он не позволяет конкретно мыслить четко, понимать, что есть выход, что выход есть всегда. Он настолько сковал, что не позволяет видеть очевидные вещи. И очевидно то, что с нами Бог. Я хотел бы говорить об истории одного прекрасного библейского героя, истории его жизни. Это Давид. Был такой муж Божий. Молодой белокурый мальчишка, который пас овец. И получилось так, что со своими братьями он попал на войну, отправился туда. Я бы, наверное, даже зачитал место, чтобы освежить память этой истории. Первое царство, 17 глава. Я буду читать выборочно с первого стиха. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сахофе, что в Иудее. И расположились с Таном между Сахофом и Азеком, в Ефес, Домине. А Саул и израильтяне собрались и расположились с Таном в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. И выступил из Тана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом около шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его пять тысяч сиклей медий, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как на вой у ткачей, а само копье его в шестьсот сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянен ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимляне, «Сегодня я постромлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все излитяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. До этого места. «Народ Божий под предводительством Саула, кажется, что перед ними нет преград, но вышел вот этот высокий человек в броне с прекрасным оружием, щитом, угрожающий такой вид у него был, и он закричал и поносил народ Божий». И знаете, не нашлось в стане Саула ни одного человека, который бы с верой мог противостоять этому страху. Страх сковал. Он не позволил им что-либо делать. Они не смогли никуда двигаться, они остались на тех местах, и никто не вышел, никто не пошел к Саулу и сказал, «Я смогу, Бог со мной, я справлюсь». Никто. Все боялись. И каждый день Голиаф выходил и кричал, и поносил Израиль. Они ничего не могли сделать, потому что не было в них веры, потому что не было в них вот этого отношений с Богом, потому что не было их сердца полностью с Богом. не ходили они вместе с Богом. И вот пришел мальчишка, который пас овец. Я зачитаю еще одно место. В той же 17 главе Первого Царства, 37 стих. И сказал Давид, «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлина. И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Перед этим Давид услышал слова, которые говорил этот филистимлянин. И он сказал, «Я убью его». Над ним посмеялись, спрашивали, «А какой у тебя там военный опыт? Что у тебя?» Но он говорил, что это не важно. И он пошел к Саулу, встал перед ним и сказал эти слова, что я смогу победить, что я выиграю, потому что Господь со мной. Он единственный, кто понадеялся на Бога. Он единственный во всей израильской армии человек, который выступил без страха, потому что знал, что на его стороне Господь. Давайте мы переведем чуть-чуть на нашу ситуацию в нашем мире. Страх сковывает христиан. Даже, знаете, самое интересное, что те, кто не имеет близости с Богом, те, кто не имеет этих взаимоотношений с Господом, когда он не может на самом деле обратиться к Богу, такой человек даже не знает, что делать. Он находится полностью под пятой страха. Он делает все, что может в своих человеческих силах, но не обращаясь к Богу, он находится в тупике. И считает, что это полная безысходность. Он является вот этим одним из воинов армии Саула, потому что они видели этого Голиафа, страшного человека, который мог бы убить их с одного удара. Им было страшно. Страх их сковал. Но, Божий народ, давайте мы будем как Давид, который не боялся. Я зачитаю дальше, 45 стих. А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Саваофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твой, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, и зверям земным, и узнай вся земля, что есть Бог в Израиле». Народ Божий, этот маленький муж Господен, молодой человек, не имеющий опыта в войне, но имеющий отношения с Богом, выступил с полной верой. Все мы дети Божьи. Все мы имеем общение с Богом. Не надо бояться, не надо страшиться, ведь на нашей стороне Бог. Ведь с нами Господь, который поддержит нас, который направит нас и который защитит нас. Да, у каждого свой путь, но Господь сказал, просите и дано будет вам. Мы скоро будем молиться, о нашей нужде, о нашей стране, о том, что происходит, о том, что будет. Давайте это делать без страха, без сомнения. Давайте действительно, как Давид, пойдем вперед и скажем «Господь» на нашей стороне, «Господь с нами». Народ Божий, как люди, мы действительно сделали все, что мы могли. Мы носим маски, чтобы ограничить распространение, и это нормально и правильно. Потому что, да, это человеческий подход, но это абсолютно правильно. Мы поступаем верно. Обрабатываем руки, моемся, гигиена, все как надо, стабильность. Стараемся меньше видеться с людьми, ходить в общественные места. И как люди, мы поступаем абсолютно верно. Ни в коем случае я не говорю, что это неправильно. Наоборот, это правильно. Но когда мы приходим в служение, мы приходим с верой, что Господь с нами, что Господь здесь. И мы имеем силу вместе, единодушно, просить о помощи, просить о благословении нашей страны, просить о том, чтобы ситуация во всем мире действительно разрешилась и пришла к своему логическому завершению. Народ Божий, мы имеем силу, потому что мы дети Божьи, и нас много, и все мы единодушны. Это не просто так. Это не просто слова, это действительно так. Люди сделали все, что могли и продолжают делать. Врачи, пожарные, скорая, кто? Все вот люди, которые занимаются поиском решения этой проблемы, которые помогают обществу, людям, можно сказать, они в какой-то степени герои, особенно те, которые не отказываются от своих обязанностей, которые действительно следуют вперед и помогают, не бояться ничего. Потому что я слышал такую историю, один брат говорил, что звонил в скорую помощь, когда у ребенка поднялась температура выше 38 градусов, и говорит, что мне делать, приезжайте, помогите. А ему говорят, меряйте температуру, а завтра утром в поликлинику. Люди боятся, и это понятно. Они боятся, потому что для них это тупик. А для нас есть Бог, который прокладывает путь, есть Бог, который является сам путь в нашей жизни. Народ Божий, я еще одно место из Писания зачитаю. Сегодня я читал, но не до конца. Сейчас Псалом 90-й. живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упованье мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключилось тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедал о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приктнется камень ногою твоей, на Аспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его, и поставлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Народ Божий, это прекрасные слова для нас. Мы христиане, и сегодня все единодушны. Давайте в молитве станем в пролом за нашу страну, за всех живущих в ней, и за все, что происходит в ней. Пусть Господь явит свою милость, вставши, прославим имя Бога. Аллилуйя, Господь, Господь, мудрый Господь, Макаляне. Аллилуйя, мой Господь, мы славим. слава, 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 и поклание а а а и а и и и и и и Продолжение следует... 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 сосудов, Господь. Я прошу Тебя, Отец мой Небесный, благослови, сохрани нас и нашу страну. От Тебя да будет за все слава и хвала наш великий и вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте споем еще все вместе в Соломом общим пением. Потом наш брат Сережа еще будет проповедовать Слово Божие. Да благослови Господь. Пойдем все вместе. Мой пускай закрыт в нем я Покровно время бури Покой свой вел Господь меня Покровно время бури Иисус мой источник Земле сухой Земле сухой Земле сухой Иисус мой источник Земле сухой Покровно время бури И если враг меня страшит, Меня Спаситель защитит. Встают ли горы предо мной, Не бойся, слышу я с тобой. Иисус мой источник в земле сухой, В земле сухой, в земле сухой. Иисус мой источник в земле сухой, Покров во время бури. Мой Бог, Отец, покров святой, Покров во время бури. Я жажду жить одним тобой, Покров во время бури. Иисус мой источник в земле сухой, Покров во время бури. Иисус мой источник в земле сухой, В земле сухой, в земле сухой. Иисус мой источник в земле сухой, Покров во время бури. Займите ваши места, будем слушать проповедь. Чтобы взыскать Господа, Чтобы голос наш был услышан на высоте. И в книге пророка Амоса, 3 глава, Написаны такие слова, 6 стиха. Трубит ли в городе труба, И народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, Которое не Господь попустил бы? И такие слова, Трубит ли в городе труба. Почему она трубела? Когда страж стоял на стене, И он видел приближающуюся опасность, Он давал сигнал, Трубил трубу. Ну и понятно, когда народ слышал эту трубу, Когда народ слышал, Что приближается опасность к городу, Враг приближается, Понятно, что было в сердцах народа. Трубит ли в городе труба, И народ не испугался бы. Понятно, приходит страх. Но, чтобы избавиться от этого страха, Чтобы иметь победу, Необходимо взыскать Господа. Но дальше Библия говорит, Бывает ли в городе бедствие, Которое не Господь попустил бы? То есть, все находится под Божьим контролем, И Бог определяет, что попустить. Вот это попустить, это не попустить. И причина, почему Господь попускает, Тоже разные причины. Мы читаем в Библии, что перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа Будут глады, моры, землетрясения, изменения в климате, Много чего другого будет, различные знамения в солнце, луне будет. И причина, почему это будет происходить, Потому что на земле будет умножаться грех. И, соответственно, когда люди делают грех, То приходят и различные бедствия. Но в то же самое время есть народ Божий, который молится. Который молится за страну. И я помню, как-то на одном молитвенном служении Господь показал такое видение. Такие две чаши наполняются. Одна чаша наполняется. Это грехи и беззаконие народа. И через эту чашу на землю приходит гнев. Но была показана также другая чаша. Это наполняется молитвой народа Божьего. И когда эта чаша наполняется молитвами народа Божьего, То Бог являет свою милость к стране. И вот вопрос, что быстрее будет наполняться? Какая чаша? И мы собрались на это место, чтобы молиться, Взывать о милости Господней. Мы понимаем, это ситуация. Господь попустил. По разным причинам Господь попускает. Но я вот хочу прочитать историю. Вторая книга «Царств», 24 глава, с 1 стиха. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян. И возбудил он в них Давида сказать, «Пойди исчисли Израиля и Иуду». И после того, когда сделали исчисление, Написано с 9 стиха, «И подал Иоау список народной переписи царю, И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, Способных к войне, А иудеян 500 тысяч. И когда Иоау подал этот список, 10 стих, «И вздрогнуло сердце Давидова», После того, как он сосчитал народ. А чего сердце Давида вздрогнуло? Ну, ты ж послал, Ну, столько там ходили, Столько месяцев ходили, Считали израильтян. Но когда Иоау подал список, Написано, «Вздрогнуло сердце Давида», После того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, И ныне молю тебя, Господи, Прости грех раба твоего, Ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, То было слово Господне к гаду, Пророку, прозроливцу Давида, «Пойди и скажи Давиду, Так говорит Господь, Три наказания предлагаю я тебе, Выбери себе одно из них, Которое совершилось бы над тобою». И пришел гад к Давиду, И возвестил ему, И сказал ему, «Избери себе, Быть ли голоду в стране твоей семь лет, Или чтобы ты три месяца бегал От неприятелей твоих, И они преследовали тебя, Или чтобы в продолжении трех дней Была моровая язва в стране твоей, Теперь осуди и реши, Что мне отвечать пославшему меня? И сказал Давид гаду, Тяжело мне очень, Но пусть паду я в руки Господа, Ибо велико милосердие его, Только бы в руки человеческие Не упасть мне». И послал Господь язванный израильтян От утра до назначенного времени, И умерло из народа От Дана до Версавии Семьдесят тысяч человек. И в чем был грех Давида, Когда он дал приказание исчислить? Грех Давида заключался в том, Для чего ему нужно было исчисление? У Давида было упование на Силу человеческую. И книга пророка Иеремии, Семнадцатая глава, Пятый стих написан, Так говорит Господь, «Проклить человек, Который надеется на человека, И плод делает свою опору, И которого сердце удаляется от Господа». В Израиле разрешалась перепись. Там соответствующее правило, Установление надо там, Выкуп было заплатить, Не помню, по-моему, То ли полсикла серебра За каждого, кто уходит в исчисление. Но вот за этим исчислением Давида Что стояло? Упование на плоть, Упование на свои собственные силы. И поэтому было сделано это исчисление. Не так, как говорило Слово Господне, И Господь хорошо видел мотив. И, знаете, вот то, на что человек надеется, Он будет это делать исчисление и не один раз. Вот, знаете, есть люди, Которые что-то посчитали, Ну, нужда возникла посчитать, Чтобы знать, сколько человек что-то имеет. А есть, когда человек делает исчисление не один раз. Почему? Потому что его сердце прилеплено к этому. Вот, знаете, бывает человек, Ну, получил, имеет какие-то средства, ресурсы, Там, например, деньги какие-то дома, Он может их пересчитать, Чтобы знать, сколько у него. А есть люди, У которых вот такое занятие любимое, Они достают тот запас, который они имеют, И не раз его пересчитывают. Они хорошо знают, сколько там есть. Вот спроси их, Они хорошо тебе знают, Сколько там доллару, Сколько евро, Сколько рублей, Сколько даже копеек знают. Но у них вот особое удовольствие вызывает, Доставать это все и пересчитывать. Почему? Потому что их сердце прилеплено к этому. В этом их источник упования. И когда у человека ложное упование, То и приходят различные проклятия. И знаете, люди строили планы. У людей были планы зарабатывать, Экономику развивать, У правительства были планы, У бизнесменов были планы и так далее. Но люди не думали, А какова воля Божия на это? И в послании Иакова написаны такие слова. Четвертая глава с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, Говорящие, сегодня или завтра Отправимся в такой-то город, И проживем там один год, И будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, Что случится завтра, Ибо что такое жизнь ваша, Пар, являющийся на малое время, А потом исчезающий, Вместо того, чтобы вам говорить, Если угодно будет Господу, И живы будем, То сделаем то и другое. Вы под своей надменностью тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И знаете, вот в чем проблема этих людей? Ну, люди планируют, Люди строят планы, Ну, это ж нормальное явление. В фирмах строятся какие-то бизнес-планы, В государстве, правительстве Строятся какие-то планы развития экономики. Неужели это плохо? Нет, это нормально. Но в чем грех этих людей? В том, что за этими планами Стоит часто гордость и надменность. Нормальное желание спланируют, Например, чтобы сделать ремонт в молитвенном доме. Есть какой-то план, Планируют братья, Планируют, чтобы сделать что-то. Точно так же в каких-то организациях Планируется что-то, В государстве планируется. Но проблема в том, Что написано в 14 стихе, Вы, которые не знаете, Что случится завтра, Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, А потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, Если угодно будет Господу, И живы будем, То сделаем то, И другое. И знаете, Бог постыжает человеческие планы. Бог сокрушает человеческие планы, Человеческую гордость, Человеческую надменность. И книга пророка Исаии, Вторая глава, Написаны такие слова, С 11 стиха. «Поникнут гордые взгляды человека, И высокое людское унизится, И один Господь будет высок в тот день». И 17 стих. «И падет величие человеческое, И высокое людское унизится, И один Господь будет высок в тот день». И знаете, Господь допускает Различные проблемы В жизни человека, В жизни страны, В жизни всего мира, Чтобы народ прежде всего Возвал и обратился к Господу. Во всех этих вопросах, Бедствиях, которые допускает, Божий план, цель врага – Это губить людей. А Божий план, Чтобы народ обращался к Господу. Знаете, вот эта же ситуация, Которую я прочитал про Давида, Вторая книга царств, 24 глава. В первой книге про Липоменон, 21 глава написано, В книге царств, Второй книге царств, 24 главе, Написано, что «И возгорелся гнев Господина Израиля». А в первой книге про Липоменон, 21 глава написано, «И восстал сатана на Израиля». И возбудил Давида сделать счисление израильтян. Так что возбудило сделать Давида счисление? Гнев Господень или сатана? Знаете, вот гнев Господень и проявлялся в том, Господь убрал свою руку. И сатана возбудил Давида сделать эту перепись. И, знаете, но у нас есть другое. Люди строят свои планы, не взывая Господу, не ища Бога. У людей этого мира различные были планы, счисления. Они тоже исчислили много себе. Заработаю то, другое, третье. Поеду туда, буду зарабатывать, продавать то и другое. И за этими планами стояла человеческая гордость, как правило. Но у нас есть другое оружие. Это смирение пред Господом. И смирение – это противоположность человеческой гордости. Это когда мы смиряемся пред Богом. И в Израиле, когда народ Божий, он смирялся пред Господом, они разрывали свои одежды и посыпали себя пеплом. Что это означало? Господи, мы прах и пепел. Без Тебя мы не можем ничего. Это противоположность вот этой картине. Это противоположность человеческой самоуверенности, надменности. Господи, мы прах и пепел. Мы приходим к Тебе, чтобы взывать. Смилуйся над нами. Смилуйся над нашим народом. И в книге Ездры описана история, когда народ Божий возвращается из Вавилона в Иерусалим. И 8 глава с 21 стиха написано. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучно пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющие, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. И так мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. Знаете, народ идет с Вавилона в Иерусалим. Это опасный путь. И они не просили войска у царя, но они смиряются пред Богом и просят Господа, чтобы Бог благословил и был благополучный путь. Знаете, мы идем подобным путем. Мы вышли из Вавилона и идем в Иерусалим. Мы вышли из духовного Вавилона и направляемся в небесный Иерусалим. И на этом пути тоже враг готовит множество различных опасностей. Его задача украсть, убить и погубить. Но когда народ Божий пребывает в смирении, ищет Бога, этот путь будет безопасен и благополучен. Да, будут трудности, да, будут скорби, да, будут испытания, но сам Господь будет идти впереди, и Он проведет и доведет нас до цели. И знаете, Бог постыжает человеческие планы. Бог останавливает людей, когда люди порой не ищут Бога. Люди порой настроили своих собственных планов, и Бог дает эту остановку. Я помню как-то в жизни одной женщины, это было в России, она начала ходить на служение, ходит на служение, потом раз прекращает ходить на служение. И спрашиваешь, а чего вы не ходите? Ну, работа там то, другое. И потом раз случается, раз она заболела, попадает в больницу. И я с одним человеком посещаю ее, и она мне говорит такие первые слова. Ой, Сергей, я тут заболела в больнице, вот там работа, там столько можно было заработать, там, ну, а я тут в больнице, вот, а мне надо за дом платить. Я говорю ей, ее звали Людмила. Сестра Людмила, неужели вы еще не поняли, Бог дал вам эту остановку, чтобы вы пересмотрели свои приоритеты. Вы перестали ходить на служение из-за своей работы. Что, какие у вас приоритеты? И, знаете, вот часто так и в жизни верующих людей, иногда бывает, вот этот приоритет искажается, и материально становится на первое место. И порой и церковь духовно идет вниз, и Бог дает в нашей жизни эти остановки. И вот как важно в этой остановке, которую Господь дает для народа, для Церкви Божьей, взыскать Господа, Господи, мы хотим взыскать Тебя. Интересно, когда Давид построил этот жертвенник у Орны и Иосянина, вознесся сожжение, Давид начал искать в этот момент, когда пришло бедствие в страну, Давид начал искать Господа. Бог открыл, что необходимо сделать, чтобы остановилось поражение. А что необходимо было сделать? Необходимо было принести жертву Господу. И мы собрались на этом месте так же, чтобы принести жертву Господу в постах, в молитвах. Это наша жертва. Господи, смилуйся над нами, смилуйся над нашим народом. Останови эту эпидемию, останови эту пандемию. Вот люди умирают, как вот в это время, во времена Давида. И когда Давид вознес эту жертву Господу, то написано, первая книга про Лепименон, 21 глава с 27 стиха, «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой у ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне ордня и евусянина, принес там жертву. Скини же Господня, который сделал Моисей пустыней, и жертвенник сожжения, находились то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». Интересно, 22 глава с 1 стиха, «И сказал Давид, «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». Когда Давид заскал Господа и были принесены жертвы, Бог открыл место, где должен был находиться жертвенник. Там впоследствии будет построен храм Божий. Но вот интересно, в страну пришло бедствие. Бедствие – это результат. Написано, гнев Господень возгорелся на Израиле. Не только один Давид согрешил. Народ согрешил. Где-то уклонились от Божьих путей по разной причине. И гнев Господень возгорелся. Пришло великое поражение в народ. Но Давид вознес всесожжение Господу. Давид взыскал Бога. И когда он взыскал Господа, и поражение остановилось, к Давиду приходят откровения и понимания. И он говорит, и сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находящихся в земле израильской, и поставил каменосесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. К Давиду пришло откровение. Что необходимо, чтобы иметь благословение в Израиле? Это не пересчитывать народ. Это не уповать на свои собственные силы. Это построить жертвенник Господень, Богу, Израилеву. Построить жертвенник Господень и подходить к этому жертвеннику. Вот в этом его сила. И поэтому люди строят свои планы. Когда эти планы не исполняются, когда приходит бедствие, у людей страх. Страх – это результат ложного упования. Упование на плоть, упование на человека, упование на богатство. Но в Библии есть такое место, писание – когда я в страхе, на тебя я уповаю. Но когда мы приходим к Богу, уходит страх. Приходит Божий мир. И мир Божий – это результат нашего упования на Господа. Знаете, интересно, когда были казни в Египте, то написаны такие слова, что когда была тьма по земле египетской, то написано, в домах израильтян был свет. На Египет опустилась тьма. Тьма чего? Тьма страха. А у нас должен быть свет. И где этот свет находится? В нашем духе. Святинник Господень и есть дух человека. Когда мы наполнены Духом Святым, у нас будет Божий мир, у нас будет этот Божий свет. И желание помолиться, чтобы Бог явил милость и к нашей стране остановил распространение этого вируса, убрал причину, понятно, люди строят свои человеческие планы, чтобы в этой ситуации люди также обращались к Господу, чтобы люди смирялись, люди каялись, люди принимали Иисуса Христа. Помолимся за Церковь Христову, чтобы в наших сердцах был свет, в наших сердцах был мир Божий. Помолимся из-за правителей. Вот мы видим, Давид сделал ошибку, и сколько людей погибло из-за этой ошибки. Будем молиться, чтобы Бог дал нашим правителям, президенту, правительству, Минздраву, мудрое правильное решение. От этого много чего зависит. Чтобы не было жертв, чтобы правильные были приняты решения. И помолимся, чтобы народ Божий был в должном состоянии и готов к пришествии Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит. Молимся. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала Тебе, Аллилуйя, Асана Тебе, да славится, да превозносится Твое Святое Имя, Боже, будь благословен и прославлен. Аллилуйя, Асана Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, Аллилуйя, Асана Тебе, Боже, благослови. Яви твою милость, Боже. Мы молим тебя, Господь, Боже. В этот период, когда, Господь, Боже, люди заражаются, когда люди умирают, Боже, яви милость, Боже, Господь, народу. Яви милость, Господь, прежде всего, к народу твоему, Боже. Ты видишь, где мы были не таковы пред тобою, Боже? Где, может быть, Господь, изменились эти приоритеты, Боже? Я прошу тебя, Господь, благостови, дабы каждый пересмотрел свое сердце, Боже. Ты даешь эти остановки, Боже. Слово Твое говорит, есть ли бедствие, которое не Господь бы попустил, Боже. Если что-то приходит, Ты попускаешь, Боже. И в этой ситуации, Господь, Ты желаешь, чтобы народ смирился пред Тобою, чтобы народ взыскал Тебя, чтобы народ обратился к Тебе. Боже, слава Тебе, мы молим Тебя. Яви милость, Боже, яви милость и к неверующим людям. Боже, мы понимаем, если они уходят с этой жизни, не познав Тебя, они идут на вечную муку и погибель. Но мы молим Тебя, смилуйся, Господь, к этому народу. Помилуй народ Беларуси, Боже. Яви милость, Боже, благослови, дабы люди каялись, дабы люди принимали Иисуса Христа в этой стране. Боже, благослови, благослови наш народ, Боже. Ты постыжаешь, Боже, возвышенное людское. Боже, ну Ты благослови, дабы народ обратился к Тебе. Боже, Ты даешь остановку человеческим планам. Яви Твою милость к нашему народу. Благослови, дабы в этой ситуации народ велико смирился пред Тобою. Взыскал Тебя. И пришло, Господь, Боже, благословение от Тебя. Боже, благослови. В этот день объявлен пост, молитва Божия по церквям. Мы приходим к Тебе, чтобы смириться. Когда-то на них пришел на гумно Орни и в Усянино, чтобы построить там жертвенник Божия. И мы ныне, Господь, в постах и молитвах строим этот жертвенник и молим Тебя. Смилуйся над нашим народом. Останови это поражение. Останови этот вирус, Боже. Ты разрушь этот вирус во имя Иисуса Христа. Врачей благослови, Господь, медсестер. Даруй им мудрость, Боже, в лечении. Даруй им понимание, Господь. Что делать, Боже? Благослови. Отец Небесный, я прошу Тебя. Благослови, дабы в этой ситуации народ Твой не поддавался страху, не поддавался панике. Но великом взыскал Тебя. И, Боже, когда Египет окутывает эта тьма, чтобы, Господь, в домах народа Твоего был этот свет, Боже, и этот свет был в наших святинниках, Боже, в наших сердцах, свет Твоего откровения, свет Твоего водительства, Твой Божий мир, благослови, дабы Церковь всегда была готова к пришествию Иисуса Христа. Боже, слава Тебе, хвала Тебе, дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы славим, мы величаем и превозносим Твое святое имя. Боже, мы собрались, Господь, на это место, чтобы взыскать Тебя. Слово Твое говорит, бывает ли бедствие в городе, которое не Господь бы попустил? Боже, Ты попускаешь, Боже. И, Господь, в этом есть какая-то причина, Боже, Ты знаешь, почему Ты это допустил. Но мы приходим к Тебе, чтобы смириться пред Тобою. Боже, люди строили планы, Боже, у людей были свои планы, намерения, Боже, не ища Тебя. И Ты даешь эту остановку, чтобы остановить человека, чтобы он взыскал Тебя. Боже, порой это приходит и в жизнь верующих людей, когда духовная жизнь приходит в запустение, когда материальная становится выше духовно, Боже, и там Ты порой даешь эту остановку. Боже, я прошу Тебя, благостави, но ныне мы пришли к Тебе, чтобы смириться пред Тобою. Когда-то Давид сделал эту переспись, и пришла эта язва, и столько людей погибло. Но дальше Давид велико смирился пред Тобою, Боже, и Ты открыл, что необходимо, чтобы остановилось поражение. Необходимо было построить этот жертвенник, Боже, на земле Орны и Усянина, Боже. И мы, Господь, ныне приходим к Тебе в этой молитве. Мы хотим построить этот жертвенник, Боже. Мы хотим велико смириться пред Тобою, взыскать Тебя. Останови это поражение. Как оно было остановлено в Израиле. Останови это поражение, Господь Беларуси. Боже, благостави, дабы этот вирус не распространялся. Дабы люди не умирали, Боже. Ибо если неверующий человек умирает, он идет погибель, Боже. Боже, смилуйся над нашим народом, Боже. Благостави, даруй мудрость президенту, даруй мудрость правительству, даруй мудрость Министерству здравоохранения. Принять правильное решение, ибо мы видим по Слову Твоему, когда правитель принял неправильное решение, было поражение. И поэтому мы молим Тебя, Ты руководи их сердцами, Ты влагай Твою мудрость в их сердца. Благостави врачей, благостави медсестер, благостави, Боже. И я прошу Тебя, сохрани, дабы в сердца народа не приходил этот страх. Слово Твое говорит, когда на Египет сошла тьма, то в домах народа Израиля был свет Божий, и Ты благостави, дабы в наших домах, дабы наши светильники горели ярко, и был этот свет, свет Твоего водительства и свет Твоего откровения. Боже, благостави, я прошу Тебя, благостави, дабы церковь Твоя пересмотрела пути, смирилась велико пред Тобою, имела правильные приоритеты, искала прежде всего Тебя и Царства Твоего, а Ты, Господь, приложи остальное. Боже, очищай, освящай церковь, Господь, в этих обстоятельствах, взрасти церковь Твою духовно, и Ты яви милость, Боже, сохрани народ Твой от этого вируса, поставь покров крови Христа. Боже, благостави, дабы никакая язва не приблизилась, не коснулась. Сохрани народ Твой, сохрани нашу поместную церковь, Боже, мы молим Тебя, яви милость и к неверующим людям, даруй им покаяние, останови этот вирус, но самое главное, дабы они обратились к Тебе, покаялись и приняли Иисуса Христа. Тебе да будет слава, хвала, честь и благодарение наш Бог. Молимся обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, поем все вместе псалом общим пением. Во время пения тагимна мы совершим материальное служение. Помолимся Господу, чтобы Господь воздал во многократ всем тем, кто принимает участие в этом служении, и возрадовался народ, получив благословение от Тебя, от Господа. Давайте за это помолимся, пожалуйста, братья. Господь, дорогой, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, Боже, за этот прекрасный вечер, Боже, за эту прекрасную возможность приходить в Дон Твою, прославлять имя Твою, слава Тебе, Боже. Ты видишь это материальное служение, Ты видишь каждую руку дающую, Ты благослови. А у кого нету такой возможности, Ты выйди навстречу и дай Своё благословение. А Тебе за всё слава и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поём Амсалову всё вместе, и Михаил Адамович будет проповедовать Слово Божие потом к заключению собрания. Поём всё вместе. Поднимаю сорок небеса, Ах, какая радость ждёт нас там! В радостном общении, в трепетном волнении, Со Христом мы встретимся, Адам. В радостном общении, в трепетном волнении, Со Христом мы встретимся, Адам. Ждёт награда светлые дворцы, Пальмовые ветви и венцы. После слёз и горя, На стеклянном море, Пальмовые ветви и венцы. После слёз и горя, На стеклянном море, Пальмовые ветви и венцы. Нас к одреву жизни поведут, Арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, Струны не жабеют, Звуки неземные издают. Арфы не стареют, Струны не ржавеют, Звуки неземные издают. Там страна нетленной красоты, Никогда не вянут там цветы. Там настолько чудно, Что представить трудно, Всюду там сиянье красоты. Там настолько чудно, Что представить трудно, Всюду там сиянье красоты. Радость в старотечном мире силь, Гори и ненасти ждут потом. Радость бесконечна, Там пребудет вечно, Если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, Там пребудет вечно, Если мы в союзе со Христом. Займите ваши места, братья и сестры. У вас есть псалом, Пусть Бог руку прославит Господа. Михаил Адамович будет проповедовать Слово Божие к заключению собрать. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Мы часто задаем эти вопросы, Решить их не по силу самому. Понять и принять все, Ох, как непросто. Мы спрашиваем, почему все так? Молился я, просил, нуждал другого. Я ведь не так хотел, Господь не так. Ответа ожидал я не такого. Но через трудности мы к Богу ближе, Душою чище, мыслями светлей. Характер наш смиреннее и ниже, Молитвы не пристанье горячей, Молитвы не пристанье горячей. Нам очень трудно горькое принять, Смириться перед волею Творца. И может просто на колени встать, Послушать слово своего Отца. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Ответ мы ищем, взвешиваем, ждем. Но только в небе на конец всему На все вопросы мы ответ найдем. Но через трудности мы к Богу ближе, Душою чище, мыслями светлей. Характер наш смиреннее и ниже, Молитвы не пристанье горячей, Молитвы не пристанье горячей. Мы так привыкли получать всегда Приятное, хорошее от Бога. Но через трудности мы к Богу ближе, Ему мы доверяемся сильней. Воленье песнь летит все в небо выше, А сердце наше мягче и мудрее. Но через трудности мы к Богу ближе, Душою чище, мыслями светлей. Характер наш смиреннее и ниже, Молитвы не пристанье горячей, Молитвы не пристанье горячей. Я также со всем народом Божиим хочу сказать Слава Господу нашему! Я вам скажу, мы самые счастливые люди, Несмотря на все трудности, Которые происходят в жизни верующих, Неверующих, неверующих. Понимаете? Но мы под защитой кровью Иисуса Христа. Я думаю, каждому Господь говорит что-то. Мне когда-то, я помню, покаялся, И вот в последнее время перед выходом самым Господь напомнил, А говорит, ну скажи это стихотворение. Он так мне проговорил еще в младенческие годы, Когда я только покаялся. Говорит, ты ведь сын мой о родной, Кровью омытый. Неси слово, дорогой, И не будь сердитый. О тебе я позабочусь, Прежде чем помыслишь, Дам руки между духовные, Дам всего я. Слышишь? Он же так же у вашей сердца говорит. Ты сын, ты дочь. Понимаете? Он нас ободрает. Вы помните, когда в ветхозаветные времена Он сказал, помажь косяки кровью анца. Ангел-губитель будет идти, Он будет мимо проходить в ваших домах. А мы кровью Иисуса Христа, Анца Божия помазаны. А мы ты кровью Иисуса Христа. И нам ли скорбеть в это последнее время? Нам нужно укрепляться в Слове Божьем, Углубляться в Слово Божье. Еще больше копать. Понимаете? Все, кто любит копать, Те находят драгоценные источники. Что ни за какие деньги не приобретешь, Не купишь здесь на земле. То, что Бог дает Духом своим святым, В наши сердца. Он дает переживать нам. Он нас поднимает на те высоты, На духовные, Для которых мы предназначены. И он эту болезнь допустил. Понимаете? Я сижу, размышляю так. Коронавирус. Некоторые говорят люди, Что если, говорит, Бог нам сказал, Если ваша вера будет горчичное зерно, То и горы будете предоставлять. А, говорит, коронавирус там Совсем на много-много раз Меньше этого горчичного зерна. Поэтому подумайте. Здесь Господь может пройти, Что по родам, по сердцам, Посмотреть. А как ты? Укрепляешь свою веру или нет? Вера от слышания, Слышание от Слова Божьего. Понимаете? Читаем ли мы сегодня Слово Божье? Слышим ли мы сегодня Слово Божье? Или мы руки слаживаем, Как многие слаживают. Понимаете? Мирские люди, которые не знают Бога. Которые говорят, Я в свою церковь хожу. Понимаете? Сегодня я с одной разоваривал Женщины позвонила. Я в свою церковь хожу. Я говорю, так вы с первого класса Перестаньте, если дети в первом классе Переходите во второй. От веры в веру. Идите. Понимаете? Но люди не понимают. Но нам, Бог нас призвал Для этого последнего времени, Чтобы мы сегодня Сплотились еще больше. И воззвали к Нему. Вы обратите внимание. На сегодняшний день Многие народы, Многие западные страны, Они стоят на коленях на улицах И взывают к Богу. Они не стесняются никого. А мы сегодня Забились где-то по углам. И боимся, на улицу может многие выйти. Понимаете? Но это тоже в какой-то степени Может неправильно. Надо нам молиться и идти вперед. Не останавливаться на достигнутом. Потому что Бог любит нас каждого. И Он для нас это время создал. Вы слышали последнюю песню пели. Венцы приготовил Бог. Кому Он будет раздавать? Конечно, своим детям. Поэтому сегодня мы должны ободриться И глубже вникать в слово Божье. У меня тоже проповедь о страхе Божьем. Только о Божьем страхе. Не о человеческом, не о дьявольском. А о Божьем страхе. Понимаете? Так вот совпало, что первый брат Немножко говорил за Давида. Который на филистимлянина пошел. На такого могучего человека пошел. Такой маленький. А тут нам Бог показывает, Что мы сегодня маленького какого-то боимся. Всемогущий Бог с нами. Он сказал, говорит, небо престон мой. И земля подножия ног моих. Поэтому на сегодняшний день Кого нам бояться? Нам надо молиться, соединяться с Господом И идти только вперед. Понимаете? Потому что сегодня, а почему эту тему избран? Потому что много христиан, и не только христиан, А очень большая проблема в церквях, Это многие теряют страх Господень. А многие не имеют его. А многие не знают, что это даже такое. Не пережили страха Господня. Понимаете? А Библия говорит. В 30-м псалме 20-й стих говорит. Как много у тебя благ, которые ты хранишь Для боящихся тебя, И которые приготовил уповающим на тебя Пред сынами человеческими. Вы подумайте, как много, говорит, благ. Страх. Если мы боимся Господа, Боясь пред Богом, Это, чтобы мы больше осознавали, Это именно почтение Господа, Любовь к Господу. Это вот этот страх, Что я не хочу плохого сделать Господу. Я не хочу грешить пред Богом. Я хочу ходить в чистоте и правде пред Богом. Хранить свои одежды, которые Бог подарил мне сегодня. И наша вот эта вот задача Иметь вот этот страх. Сегодня кто-то меня... Я разговаривал с одним человеком. Он говорит. А как научиться страху Господню? Понимаете? Есть такое в Библии. Я просто попросил Господа. Господь мне указал это местописание. Это 33-й Псалом. Псаломопевец Давид здесь говорит. «Придите, дети! Послушайте меня! Страху Господню научу вас!» Это 12 стих 33-го Псалома. «Страху Господню научу вас!» Как ходить пред Богом? Псаломопевец Давид сам приглашает каждого из нас. «Придите!» Неужели мы не слышим этот голос сегодня? Мы молимся, я думаю, каждый и все христиане молятся, чтобы слышать голос Духа Святого. Вы обратите внимание. Страх Господень – это такое действие очень сильное. И, как написано в Библии, кто боится Бога, тот удаляется от греха. Он приближается к Богу. Страх Божий научает мудрости. Можно мудрость иметь человеческую без Бога. Понимаете? Но она будет человеческая. Она будет тянуть униз мудрость. Не в том направлении. А это страх Божий именно научает мудрости, которая поднимает нас, которая указывает нам всякий грех, всякую неправду. Понимаете? Она ведет нас на те высоты, которые Бог предназначил для нас. Вы помните, как псалмопедец Давид, он молился в 18-м псалме. Говорит, сердце там чистое сотвори. От тайных меня освободи, от умышленных избав раба твоего, чтобы не возобладали мною. Пусть, говорит, слова уст моих и помышления сердца моего будут благоугодны пред тобою. Понимаете? И Бог хочет, Он нам показывает, чтобы мы больше углубились, чтобы мы больше копали. Вот эти источники именно докапывались того и ходили по Слову Божьему. Потому что Бог любит нас. А для людей это паника. А для нас это благословение. Сегодня я просто радуюсь и лькую. И еще есть такая возможность вновь и вновь больше углубиться в Слово. Поэтому слава и благодарение Господу. Вы обратите внимание, страх Господень научает мудрости, говорит, и славе предшествует смирение. То есть, если перевести на дословный такой язык, так можно так этот стих перевести, что «почитающий Господа учится мудрости», кто почитает Господа. Страх – это почитание Господа. Понимаете? Мы учимся мудрости. И мы должны различать, от кого страх какой идет. У нас Библия все показывает. О страхе очень много написано. Нам нужно только углубиться в это Слово. Притча 9.10 говорит, начало мудрости – страх Господень. И познание святого – разум. Я дословный… Ну, у меня есть Библия дословного на дословном переводе. Я записал себе это 9-10 стих. Притча 9-10. Почитание на дословном. Почитание Господа – первый шаг к мудрости. Обратите внимание. Если кто почитает Господа, кто любит Его, кто стремится познать – это первый шаг к мудрости. И познание святого – первый шаг к пониманию. Бог какие благословения нам предназначил здесь. Сколько благословений здесь в Библии. Понимаете, они ценнее золота и золота чистого, оферского там написано, да? Вот эти вот все действия, которые Бог нам показывает. Обратите внимание. Апостол Павел сказал такие слова во 2-м послании к Коринфянам, 5-й глава, 10-й, 11-й стих. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле – доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Мы открыты Богу. Понимаете? Предсудилище Христово нам нужно явиться, говорит. Мы на сегодняшний день осознаем это. Мы знаем, что у Бога пишется памятная книга. И Он за все действия спросит у нас. За все действия, которые мы творили, хорошее или худое, так написано в Писании. Поэтому нам сегодня нужно следить и за языком своим, что мы говорим, что мы делаем. Понимаете? Много сегодня в народе таких пустых слов. Вы спросите у любого христианина сегодня, подойдите или завтра специально немножко поработайте над собой и с людьми. Спросите, а как ваши дела? Они говорят, ничего себе. Знаете? То есть, ничего себе. Это же, что мы исповедуем. Я таких много видел и служителей останавливал. Понимаете? Говорю, что ты исповедуешь? Как ты народ учишь в церкви своей? Вот это ничего себе. А потом, хочешь, что-то излечь хорошее. А как ты ходил вчера и третьего дня перед Богом? Бог же видит, записывается, пишется памятная книга о боящихся Его. И Бог не оставит это. Иметь страх Господень – это контролировать себя. Как мы уже сказали. Что мы говорим? Или что ты говоришь? Что ты делаешь? Потому что каждый за себя даст отчет Богу. Я вспоминаю здесь одну сестричку. Ее сын попал в тюрьму. Вы, может, помните, я не буду называть ее, но она здесь свидетельствовала. На Бобруйскую, на двойку. И она поехала к нему на свидание. А он ей говорит, мама, а здесь за слова нужно отвечать. Понимаете? В тюрьме учат чему-то. Понимаете? Хоть люди в церковь там не ходят те, но все равно там спрашивают за слова. Понимаете? А мы здесь привыкли, много говорим, но не все мы исполняем. Поэтому… Но Бог спросит у нас. Нам придется дать отчет Богу за эти действия. Страх Господень есть та дисциплина, которая ведет к мудрости, к смирению и к славе. Я еще раз повторюсь, что страх Господень – это почтение. Это глубокое уважение Бога. Тема, как я говорил, зная страх Господень. Страх Божий – это сильный иммунитет от греха. И кто имеет или знает страх Господень, в том сердце великие сокровища Господа. Когда человек боится Господа, он удаляется от зла, от греха. Тогда он мчится уперотно. Можно сказать, что на большой скорости он идет уперот. Понимаете? Если человек это все осознает, он прокручивает, он работает. Как апостол Павел сказал к Тимофею – вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянно. «Ибо так, поступая, ты себя спасешь из слушающих тебя». Понимаете? И нам нужно не останавливаться на этом. Мы знаем, что все перед Ним обнажено, перед Богом. Все открыто. И когда мы живем с этим, мы тогда правильно идем, правильно живем. Тогда мы имеем дерзновение перед Богом и людьми. «Знать страх Божий – это принимать Слово Божие и исполнять Его». Как у Библии написано, у притчах 15-16, лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Есть такое в жизни, да? Я думаю, что многие переживали эти действия. Но когда мы имеем немного, может, этого Писания у сердца и живем стихом даже одними или двумя, и имеем страх Божий у сердца своем, у нас тревоги не будет. Мы будем идти Его евангельским путем. Вы знаете, в Псалме даже втором написано, «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Божья власть, она безгранична. И наша вечная судьба находится в Его руках. Поэтому даже неполное послушание наше, нашей жизни, является попыткой отделиться от Бога. И в подобной игре нам никогда не одержать победу. В Псалме 32, 18 стих, говорит, «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Если немножко боящиеся, это над почитающими. Уповающими – это надеющимися. Мы надеемся, когда уповаем на Господа, надеемся на Господа. Око Господне тогда над нами. Вы помните, я раньше часто любил на это слово проповедовать. Люблю и сейчас. Во втором Паральпоменон, 16 глава, 9 стих, говорит, что очи Господа обозрывают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Стоит точка. И тут же дальше безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне у тебя будут войны. Как нам сегодня нужна рассудительность в это последнее время? Нам нужно рассудительно поступать. Нам нужно поступать по Слову Божьему, чтобы никогда не терпеть проблемы. Чтобы они не приходили в нашу жизнь, эти проблемы. Понимаете? Я, когда готовился к этой проповеди, Бог дал написать такое стихотворение. Он Бог. И страх дает на каждый день от покаяния. А ты, Мой Сын, Его храни и умножай свое познание. Иисус пришел спасти тебя и дал тебе Он завещание неба. В свой мир, любовь, Он все вложил, чтоб ты сиял средь мироздания. Идешь ли ты Его путем сейчас, сегодня, этим, но уже не утром, а вечером? Или угасаешь ты во всем под тяжким бременем и гнетом? Об этом мир мой говорит, который дал в твое же сердце. Он никогда не промолчит, и Он всегда возносит песню. Да, это песня о любви, о чувствах, нет, о его создании, чтоб дети все мои могли ходить все в страхе и сознании. Тогда свой мир умножу я и подниму на те высоты, и прославляться буду у вас, даруя вам свои щедроты. Слава и благодарение Господу! У Библии написано есть такой стих, что велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Здесь о мире говорится в этом стихотворении, понимаете? Страх Господень – это вообще такая сила укрепляющая для нас, которая нам дает способность закончить свой путь здесь на земле. Хорошо закончить. Не так, как Адам и Ева ходили в присутствии его славы, но не имели достаточно в сердце своем страха Господня. И они потерпели кораблекрушение. Но мы сегодня не должны терпеть кораблекрушение. Вы обратите внимание, я буду сокращать, потому что время быстро летит. У Екклезиаст, он был такой муж Божий. Там очень много в притчах написано, у Екклезиаста написано в книге о страхе Божьем. Там можно читать и размышлять, понимаете, вообще о беззакониях. Когда он поднимался на те высоты, Бог его поднимал, понимаете? А потом он падал. Вы помните, за что падения у него эти были. И он говорил в конце, он уже покаялся, и там пишет такие последние слова у Екклезиаста, написаны в 12 главе 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Обратите внимание, человек, который прошел, сколько он на пути, там у него было падение, знает только Бог и он. Мы сегодня читаем, и многие сегодня задаются вопросом, а спасен ли он? Ну, я думаю, это вот такие слова скажет, может только сказать, та душа, которая уже полностью совершила достойный плод покаяния в конце жизни своей. И он имеет спасение. Ну, еще хотелось бы напомнить вам и себе, понимаете, что стих. Вы помните, в Деяниях 2.43 «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Потом читаем еще дальше. Деяние 9.31 «Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Обратите внимание, умножались церкви. Мы на сегодняшний день видим, как сегодня мало люди приходят в церковь, как мало покаяния в церквях людей. Но обратите внимание, что все западные страны, я видел и Бразилия, и Германия, и Греция, стоят на коленях улицы, по улицам прямо и в небо кричат. «Боже, спаси, Боже, помоги». Вот что делает такой маленький коронавирус. Почему, говорю, маленький? Потому что от курева больше погибает людей, чем от коронавируса каждый день. У нас в институте, там пример приведен, даже как-то фотографировал, 6,5 секунд умирает один курильщик в мире. 6,5 минут. И вот можете посчитать, сколько на сегодняшний день от коронавируса умерло, от других болезней, аварий сколько у нас получается. Очень много там статистику приводят и сбрасывают, пересылают сегодня в мобильных телефонах. Поэтому нам нечего бояться. Если окажется кто-то раньше, так нам надо благодарить Господа. Вы помните, как Господь говорил, двое будут лежать на постели. Один возьмется, один останется. Кто-то проснулся, посмотрел, мужа нету или жены нету. Ну, и здесь надо сказать слава Господу. Потому что мы временные здесь, на этой земле люди. Наше жительство на небесах. И нам нечего бояться смерти. Потому что мы оставим вот эту плоть. Многие говорят, костюм этот. Понимаете, нам дан, как у Библии написано, 70, при большей крепости 80 лет дан этот костюм. А там новое жилище и новое действие. Прославление. Встретимся со всеми. Увидим там и Моисея. Увидим. Всех пророков увидим. И будем славить там Господа нашего Иисуса Христа. За то, что Он совершил действия свои. Поэтому вы посмотрите и давайте еще раз. Я не буду читать, я просто напомню. Вспомните одиннадцатую главу евреям. Как там люди шли, зверей на них травили. Они шли, смотрели смертью в лицо с головами, поднятыми головами. Понимаете? Они не боялись смерти. Потому что они знали, куда идут. И мы сегодня должны знать, куда идем. Должны на сегодняшний день укрепляться, утверждаться и нести Евангелие, сколько Бог нам определил на этой грешной земле. Поэтому я просто благодарю Бога. И мне начали некоторые из начальствующих на работах, там заведующие какими-то отделениями и прочее, прочее. А он говорит, Михаил Адамович, вы мне молитву покаяния напишите и сбросьте. Понимаете? Ну и пришлось писать, да. И это радует тоже сердце. Понимаете? Что Бог разными путями достигает этих сердец, дает спасение. Потому что в Библии написано, кто вас зовет ко мне, тот спасется. Поэтому будем... Давайте еще и еще раз произведем эту молитву. Попросим у Господа, чтобы дал нам понимать, что такое страх, если кто, может, здесь не понял до конца. Страх от него какой. Чтоб мы этим страхом жили, не грошили. Вы посмотрите, если у кого-то детки есть, и вы заставляли посуду мыть, если разбила дочь или сын посуду, там они боятся, уже не знают, с какой стороны подойти и кричат, мамочка, я разбила миску там. Они боятся вот этот страх, но тут же не смолчать, не скрыть, а хочется рассказать все равно. Понимаете? Так же у нас такое что-то подобное должно быть внутреннее состояние. Чтоб мы ходили пред Богом. Чтоб мы где упали, чтоб мы вовремя поднимались. Чтоб мы где неправильно что-то сделали, чтоб мы шли и исповедовались. Чтоб мы каялись пред Ним. Понимаете? Надо нам это сегодня. Потому что мы сегодня, нам нужно не только сегодня, а каждый день обновления нашей души. Поднялись, надо молиться, благодарить Бога за то, что Бог дал новый день и дал в этот день обновляться нам. Поэтому давайте мы здесь вместе станем. Я бы пригласил вас в церковь на колени и выскажем все нужды Богу. Попросим Его, чтоб Он научил нас ходить в страхе своем, в страхе Божьем, чтоб мы ходили. Не в человеческом, не в дьявольском, а в страхе Божьем. Чтоб мы всегда имели благословение, чтоб мы получали эти блага, которые Он приготовил для нас. Как написано, как я сразу встал, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя проценами человеческими. Будем молиться, давайте молиться. Дорогой отец, мы сердечно благодарим тебя за это прекрасное время. Господь, которое ты даровал нам, еще и еще раз пересмотреть свое хождение пред тобою, Господь мой Бог, Божие. И сделать достойный плод покаяния. Ты видишь, Господь мой Бог, наши дни. Ты видел вчера и третьего дня нас, куда мы ходили, что мы говорили, что мы делали, Господь мой Бог, что руки наши творили. Божие, мы, Господь мой Бог, просим вместе с псалмопевцем Давидом, от тайных нас освободи от умышленных и избавь рабов своих, дабы не возобладали они нами. Боже, сердце чистое сотворил каждым из нас, и дух правый обнови. Боже, даруй, чтобы наши слова, наше помышление сердца нашего всегда были благоугодны пред тобою. Ты наша твердыня, ты наш Бог святой, ты наша скала, ты наше прибежище, ты наш Эль-Шадай. И нет подобного тебе, ты Бог на небе. Боже, небеса, это престон твой, и небеса, Библия говорит, что небеса не умешают тебя. Боже, земля, земля, подножие ног твоих, и мы у ног твоих склоняемся. Отец ты наш родной, духом плотью поклоняемся, тебе наш дорогой. В тебе мы обновление, ищем, ищем сей час, в это время. Ты радость и спасение, а мы твои дети. Боже, сегодня дай нам, Боже, путем твоей мечи, и в силе обновления свой крест всегда нести. Испомнить волю Божия, готовы мы всегда. Ты действуй Духом Святым, вудем бери ты нас, бери нас, своих детей вудем свой. Мы просим тебя во имя Иисуса. Господь мой Бог, ты видишь, Господь мой Бог, о Боже, сила и Святого Духа. Проходи по сердцам, проходи, снимай это бремя. Снимай, Господь мой Бог, Отец, во имя Иисуса, еще больше наполняй Духом Своим Святым. Отец, во имя Иисуса, действуй, действуй, Дух Святой. Совершай от сердца к сердцу, проходи. Боже, не остал ни одной души незамеченной. Боже, пройди, чтобы народ твой пошел обновленным отсюда. Из церкви сегодня, чтобы народ твой поднял голову и прославлял имя Твое Святое. Чтобы народ твой понимал, что такое страх Божий. Господь мой Бог, и всегда стремился иметь его, Господь мой Бог. Чтобы народ твой погружался в Слово глубже и глубже. Ты действуй, Господь мой Бог. Открывай все источники свои и наполняй силой Святого Духа. А мы будем прославлять Тебя. Мы сейчас славим Тебя. Сейчас благодарим Тебя. Что Ты посетил народ Свой Духом Своим Святым. Что Ты прошел. Что Ты освободил. Что Ты, Господь, дал свободу каждой душе. Господь мой Бог, Боже, сегодня совершай действия. Господь мой Бог, чтобы народ твой, Господь мой Бог, мог всегда поднимать голову к небу и прославлять имя Твое Святое. Слава Тебе, наш чудный Бог, наш Царь Царей. Ты наша скала, Ты наше прибежище. Мы к Тебе взываем. Мы Тебя просим сегодня. Просим за белорусский народ. Просим за все страны. Боже, просим за врачей. Господь мой Бог, Боже, кто может заболел и на одре болезни лежит. Боже, мы просим за этих людей. Ты, Господь, милость, пошли. Боже, и пошли в эти места проповедников, чтобы они говорили о Тебе, чтобы каждая душа покаялась, чтобы, Господь мой Бог, Ты мог собрать великий урожай в это последнее время. Господь мой Бог, чтобы ни одна душа не погибла, а все нашли Тебя, пришли, Господь мой Бог, к Тебе с глубоким покаянием. Господь мой Бог, а мы Тебя будем прославлять, видя действия Твои. И сейчас мы Тебе славу воздаем. Благодарение, честь и поклонение великому, живому, неизменному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Все вместе будем прославлять, Господь. Жизнь не река бежит, Вечность она ведет, Кто грех свой победит, В вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Верою обрести. Вера нелегкий путь, Узаконный тернист, Главное не свернуть, Главное прямо выйти. Вера нелегкий путь, Но нет пути иных, Чтобы Христу прильнуть, В Царстве Его святым. Верю, Господь Иисус, Верю, Господь Иисус, Верю, Ты мой Творец, Верю, отрешь слезу, Дашь славы мне венец, Верю, что день тот придет, Примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, Верю, не постыжусь, Верю, что день тот придет, Примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, Верю, не постыжусь, Жизнь не река бежит, Вечность она ведет. Кто грязь свой победит, В вечную жизнь войдет, Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, В вечную благодать, Верою обрести. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, В вечную благодать, Верою обрести. Мы останемся благодарны Господу за собрание, которое мы имели. Побладарим Бога за братьев, сестер, кто сегодня был на богослужении. Попросим, чтобы дальше Господь благословил. Вот, не могу даже ничего сказать по поводу спевых хоров. Будут они завтра или не будут, а? Отменили. Вот, поэтому не будут воскресенья, если будем живы, здоровы, хор будет петь, и мы будем молиться за это и благодарить нашего Господа. Нужды, которые изложены в записках, мы принесем к ногам нашего, помолимся и поблагодарим за все Бога. Молимся, народ Божий, вставший нашим. Молимся, народ Божий, вставший нашим. Спасибо. Молимся, народ Божий, вставший нашим. Молимся, народ Божий, вставший нашим. Благодарим тебя, Господь, за это благословенное время, которое ты подарил для нас, быть в доме твоем и славить имя святое. Ты видишь и знаешь нужды. Ты же брат Анатолий, который получил комнату в общежитии. Расположи сердца братья, сестер, что-нибудь ему уделить, Господи, то, что имеем. Может быть, какой-то шкаф, может быть, холодильник, может, что ты расположишь. Сделай это для славы твоей нашей Вечной Божьей. Мы молимся, Господи Божий, за то, чтобы ты дал благословение всем нам. Особенно ты видишь и знаешь регентов, которые приболели, которые не могут проводить спелки. Яви, милость, дай устройство и благословение. А народ сегодня распустится им божественным миром. Храни до следующей встречи. От нас прими хвалу за все, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа наш, Иисус, и любовь Бога, и общение Того Духа. Да пребудет со всем. Божьих вам благословений, расхождения, да благослови Господь. Того Духа. Продолжение следует...